Привет, дружище! Сегодня у нас будет обзор на дикий винтаж от такого бренда, как Капа. Откуда досталась у меня эта олимпийка? Покажу тебе ее поподробнее. В общем, досталась мне она от родных. Как мне говорят мои родные, это уже бабушка с дедушкой. Она была куплена моим дядей в Англии, и ей уже больше, наверное, 12 лет. То есть, представьте, она уже старше некоторых подписчиков. Это прям дикий винтаж. Конечно, уже за 12, считай, чем-то лет она потеряла свой первообразный вид. Состояние у нее стало, ну, похуже, но все же она пригодна еще к носке и выглядит очень круто. Ну, давай начнем с самого начала. Первое, что бросается в глаза, это у нас логотип Капа. Он, видишь, немного выцвел, он был, я так понимаю, ярко-голубым. Вот так вот он у нас исполнен. Дальше идем, ну, это уже, получается, фурнитура на замочках. Вот так она исполнена. В принципе, молния до сих пор очень хорошо работает, и нареканий к ней нет. Дальше верхняя бирка. Вот так вот она. Внутри у нас идет тканевый подклад. Поэтому на такое время года она будет очень жарко. Это осень-весна, я думаю. Бирочка нижняя. Вот в таком виде она. Конечно, тоже стерлась, но ты прикинь, за 12-м лет еще видно, что здесь написано. Дальше боковые карманы. Довольно-таки удобные, в принципе, вместительные. Можно положить туда что-нибудь такое прикольное. Вот. И дальше это самое главное. Это лампасики. Ты просто посмотри на них. Это такой стиль. Дикий, конечно, резинки уже все, они растянулись конкретно. Ну, это уже все. Труха обычная, по сути, и свою роль она не выполняет. Но вот в таком виде она у меня. Сейчас я тебе покажу, как она сидит на мне. Так вот, дружище, теперь давай посмотрим, с чем она будет сочетаться, с чем ее лучше носить. Так как Капа это, в основном, спортивный бренд и ориентирован он под спорт. Но, в принципе, так как эта модель винтажная и выглядит она очень казуально, я думаю, она подойдет под всякие джинстики такие интересные. Ну, сейчас примерим. Смотря по цвету, это белые, синие, тона и голубые. В принципе, цвет, мне кажется, должен варьироваться от такого нежно-синего до темно-синего. Другие цвета, я думаю, не стоят. Чёрный, мне кажется, здесь не будет смотреться. Под неё, я думаю, можно взять футболочку Капа, тоже с лампасами, которые у меня вот здесь есть. Тоже ярко такого, конечно, на камеру не передает весь цвет. Ярко такого голубого цвета, она, правда, уже у меня убитая вся. Олимпиечка, футболочка, ну и нужно вглянуть джинсу. Так как сама по себе олимпийка, она выглядит большой на человеке, ну, лично на мне, то я думаю, стоит взять всё-таки большие штаны. Ну, я думаю, ты прекрасно их знаешь. По поводу обуви подбирать не будем, так как у меня сейчас там небольшие проблемки, но скоро, если всё получится, на обзор тебе завезу очень жирные кроссовки. Ну, лично для меня они жирные, так что давай будем мерить, смотреть, как оно подходит, не подходит. Немного истории. Логотип – это мужчины и женщины, сидящие друг к другу спиной. Они составляют единое целое, и это показывает их сплоченность. Бренд начинал создаваться в 1916 году и вообще не имел никакого отношения к спортивной одежде. Изначально эта компания занималась производством нижнего белья и носков. После, уже в 60-х годах, продукция фирмы была переименована и стала продаваться под брендом Капа. Компания всё-таки расширяла свой ассортимент, следует тенденциям моды и стала выпускать одежду в стиле унисекс, который подходил как и для мужчин, так и для женщин. Она быстро завоевала популярность употребителей. Ну а что сказать по поводу современного бренда Капа? В последнее время хромает качество. У обуви они все в клею, в заводском прям конкретном браке, небраке и всё в таком духе. Это может быть исключительный случай, а так бренд я рекомендую и сам его ношу, и мне он очень нравится.